Мы с вами находимся на выставке, которая была открыта в марте прошлого года. Называется она «Особая кладовая» и состоит из двух основных подразделов. Один включает в себя лицевое и орнаментальное шитье, а мы с вами перейдем ко второму разделу, который посвящен ювелирному искусству. Здесь представлены в этом зале в основном работы мастеров-ювелиров 17 века. И вот особое внимание я хочу обратить на этот набор евхаристических предметов, который включает в себя потир, посередине тарель и звездица, лжица, копье и Евангелие. Евангелие особо интересно прежде всего тем, что оно является вкладом в ризницу Савина-Сторожевского монастыря Алексеем Михайловичем и является копией Евангелия времен Ивана Грозного. Алексею Михайловичу так понравилась Евангелие, что он приказал своим мастерам-ювелирам сделать копию, и они это сделали. О том, что Евангелие является вкладным, свидетельствует надпись. «Лето 1649 ноября, в 30-й день, сделана бысть сию Евангелия в обитель преподобного отца Савва-Сторожевского, соборную церковь Пречистой Богородицы, честного и славного Ее же Рождества по велениям благочестивого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Руси и его благочестивой царицы и великой княгини Марии Ильиничны». Евангелие – золотая накладная доска. Использовали золото, ну, как известно, золото бывает разного, разных проб, и 375, и 585, и 750. В 17 веке очень часто использовали золото практически без примесей. Чистейшего золота в природе не бывает, примеси обязательно есть. Но вот здесь можно увидеть золото, в которое не добавляли специально каких-то других элементов для того, чтобы придать ему жесткость. И Евангелие, конечно, обращает на себя внимание обилием драгоценных камней. В 17 веке, конечно, еще не умели добиваться высокого качества огранки бриллиантов. Это происходит в более позднее время, уже где-то вот в 1919 году Марсель Толковский добивается идеальной огранки 57 граней, при котором происходит идеальная игра, радужное свечение бриллианта. Но мастерам 17 века это было еще недоступно, и они предпочитали камни первого класса. Это изумруды, сапфиры, очень часто использовали жемчуг, рубины. И вот здесь мы видим эти драгоценные камни. Если на них посмотрит гемолог, то он найдет многие из этих камней дефективными, потому что идеальные камни, чистые камни в природе встречаются крайне редко. Но тем не менее и камни с легким дефектом, они тоже очень красиво, они иногда создают такой очень причудливый рисунок. И это, конечно, тоже и красиво, и привлекательно. И вот здесь мы видим изумруды зеленого цвета, сапфиры. Сапфиры бывают разного цвета, не только синие. Вот мы привыкли к синим сапфирам, но они бывают и розовые, и голубые. И вот здесь на Евангелии можно увидеть сапфиры разного цвета. Вот справа идеальный цвет сапфира, такой вот голубой, блестящий, светящийся сапфир. Иногда, когда, может быть, как-то недоставало камней первого класса, использовали камни и второго, и третьего класса, но делали подложку. Вот здесь есть два таких камня, два топаза. Они здесь, их можно увидеть, но они кажутся такого розоватого цвета, именно по той простой причине, что мастера сделали подложку. И поэтому они создают впечатление вот камней, драгоценных камней первого класса.